Что такое технорей-гуманитарий? Все равно это определенные человеческие практики, которые реализуются через определенные типы деятельности. В случае технорей эта деятельность направлена на создание новых образцов технологий, работающих с материей. В случае гуманитариев это новые технологии, работающие с социальностью, с психикой, с экономикой и так далее, с разными слоями. Как они между собой соотносятся? В любом случае понятно, что общество существует на материальной основе. И в этом смысле технологии, которыми мы пользуемся, естественно определяют, что будет с обществом происходить. Как мы получаем энергию, как мы создаем вещи, как мы общаемся между собой, то есть возможности различной коммуникационной инфраструктуры. Это то, что порождают технори, это то, что задает границы возможностей общества. Но то, как эти возможности будут использоваться, определяется именно гуманитарными технологиями. В этом смысле мы можем видеть, как на одной и той же технологической подложке, существуют очень разные цивилизации, более или менее деструктивные, более или менее агрессивные, более или менее экспансивные, либо активно транслирующие свою культуру вовне, либо более пассивные, активно порождающие культуру, либо более, скажем так, спокойные. Потому что, условно говоря, США и Швеция находятся примерно на одном технологическом уровне. Вопрос в том, что это совершенно разные культурные и содержательные страны. То есть технологии материальные дают нам возможности, а способы их использования — это то, о чем говорят гуманитарии. Вопрос, где зона конфликта? Зона конфликта лежит там, где технические эксперты начинают претендовать на, я имею в виду тех, кто занимается материальными технологиями, на то, что ничего кроме этого и нет. Либо где гуманитарии начинают отрицать материальную сторону вещей. Вот это зона конфликта, где появляется слепое пятно, где появляется нежелание использовать то, что есть, условно говоря, или как бы существование в парадигме, где, ребята, этого нет. Вот вместо того, чтобы находить общность, ну, что такое общность для меня? Это, например, интернет, где одновременно существует огромное количество новых технологических решений и огромное количество новых социальных практик, связанных с использованием этих технологических возможностей. А есть зоны, где, ну, например, условно говоря, люди порождают различные виды вооружений. Или там говорят, хорошо, мы сейчас будем продвигать определенные типы создания энергии без размышления о том, к чему это приводит, ну, там, в частности, атомной энергии. Огромные споры о том, насколько, то есть, с одной стороны, один из самых перспективных видов энергии долгосрочных, с другой стороны, с непредсказуемыми, в том числе, социальными последствиями. Фукусима, как один из ярких примеров. Люди не умеют работать качественно с этим источником энергии, не умеют принимать, ну, как бы, понятным образом, принимать последствия его использования. И то же самое касается, в принципе, выбор, использовать ли нам невозобновляемые или возобновляемые источники энергии. Это вопрос не только технический, это вопрос ценностный, это вопрос социальный, это вопрос гуманитарных технологий. И люди достаточно бездумно использовали невозобновляемые источники энергии, потому что не было в том числе соответствующих гуманитарных технологий, позволяющих увидеть последствия использования невозобновляемых источников энергии. Сейчас эти технологии появились, ну, я говорю о различных форсайтных технологиях, например, позволяющих предвидеть долгосрочное будущее, или работать с ним, или проектировать его. И становится ясно, что надо как-то по-другому действовать. И это приводит к тому, что развитые страны в массовом порядке принимают программы, по которым они переходят на возобновляемые источники энергии, активно используют энергию Солнца и так далее. Это в том числе ценностный выбор. Поэтому существует огромное пространство конфликта, действительно. Условно, эти физики, я и себя причисляю в том числе к физикам, физики принимают определенные ценностные выборы. И гуманитарии, у них тоже есть определенные ценностные выборы. Они все равно черпают из культуры, которая на самом деле общая. Все читают Толстого, все читают Библию, Дау-де-Дзин и так далее. Но, тем не менее, эти выборы либо лежат в пространстве, где люди не думают о последствиях использования технологий, либо не думают о возможностях использования технологий. Вот здесь вот пространство конфликта.